О том, как Украина спасает мир от продовольственного кризиса и пытается это делать, несмотря на действия России, будем говорить с Петром Мельником, президентом Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», исполнительным директором «Агрикомгрупп» Пётр Петрович, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот Украина действительно, несмотря на, ну, назвать их критическими, эти условия даже как-то слишком мягко, да, несмотря на войну, пытается, пытается выполнять свои обязательства. Россия выходит из зернового соглашения, теперь говорят о том, что какие-то переговоры ведутся и условия обсуждаются. Чего они хотят, в конце концов? Ну, мы видим несколько позиций. Официальная позиция, они её озвучивают, и это идёт торг за то, чтобы была разрешена отгрузка продовольствия и удобрений из их региона. Я думаю, что существует ещё не столько официальная позиция, сколько продолжение войны только в экономической сфере и давление на мировое сообщество путём постоянного прерывания поставок продовольствия из Украины, и таким образом шантажируя мировое сообщество продовольственным кризисом и постоянным таким скачком цен и скачком поставок продуктов питания зерновых на мировые рынки. Есть официальная позиция, и, скорее всего, что мы все видим, что больше это как инструмент шантажа на самом деле. Ну вот, на самом деле, если раньше проверка в среднем длилась 12 дней, как пишет издание Reuters, то когда Россия снова примкнула к этому действию, понадобилось гораздо больше срок. То есть там, если было 12 проверок в один день, то сейчас это сейчас. А ранее можно было провести около 40 инспекций в день. То есть это действительно огромнейшая разница, и это очень сильно тормозит процесс. Так как вы считаете, настоящий предмет торга Российской Федерации, может ли действительно быть сопоставим вот с такими махинациями и с таким шантажом? Потому что, на самом деле, речь же идёт не конкретно об Украине, речь идёт уже о продовольственном международном кризисе. Ну, это как раз на лицо инструментария России, такое своего рода устраивание итальянских забастовок. Они попробовали хлопнуть дверью, не получилось. Действительно включился президент Турции. Эта ситуация, в принципе, я думаю, была как-то разъяснена, и мы увидели опять продолжение работы зернового коридора. После этого началась формальная итальянская забастовка, которая приводит к проволочкам, приводит к тому, что постоянно какие-то слышим угрозы о том, что, возможно, какие-то суда будут страдать или же каким-то образом будут нарушены морские коридоры по разной причине. И это чётко инструмент шантажа, это чётко инструмент влияния и такой стандартной практики России, как раз когда у них ничего не получается на поле битвы иметь влияние и на мировое сообщество. И одновременно, вы не забывайте, что они также пытаются всё-таки и подбить экономики Украины, потому что экспорт рост, экспорт ограбленных продуктов в сентябре показал значительный прирост. И по результатам октября как раз вот в текущей ситуации мы уже видим, что у нас произошло падение экспорта зерновых. Я думаю, что каким-то образом они своих целей достигают. Вот как раз-таки об этом я и хотела задать свой следующий вопрос. Как вы считаете, может ли быть той самой причиной, той самой мотивацией Российской Федерации не что иное, как просто повлиять на доходы Украины? И скажите, предусмотрено ли что-то за невыполнение некоторых обязательств со стороны Украины перед странами, которые ждут поставок этого зерна? Ну, на самом деле схема очень сложная. И у нас есть межправительственные соглашения на уровне стран и ООН, но основные коммерческие контракты, они происходят всё-таки на уровне коммерческом между компаниями-отправителями и компаниями-поставщиками. И по договорам, естественно, коммерческим предусмотрены сроки поставки, предусмотрены и штрафные санкции, и пеня. И, естественно, данная ситуация, она на этом уровне сождаёт определённую неопределённость, портит нормальные коммерческие отношения. Но также у нас есть договора по ООН по поставке зерна в страны Африки по программе ООН. Там я понимаю, что, как в любом договоре, тоже должна присутствовать. Конкретно эти договора я не читал, но я понимаю, что, скорее всего, тоже предусмотрены и сроки поставки, и обязанности сторон. Поэтому это достаточно существует. Усложняется работа, усложняется доверие, усложняется цепочка поставки зерна с Украины в эти страны. И это тоже цель, однозначно, которую преследовала Россия и преследует Россия. Пётр Петрович, 11 ноября, завтра, в пятницу, в Женеве высокопоставленные представители ООН встретятся с российской делегацией, чтобы обсудить продление сделки по экспорту украинского зерна Чёрным морем. Об этом сообщил спикер Генсека ООН Стефани Трэмблей. Давайте послушаем. Мы по-прежнему призываем стороны продолжать проявлять полную добросовестность в реализации инициативы и содействовать своевременному, безопасному и беспрепятственному движению судов. Как мы упоминали ранее, это критически важная линия снабжения, и по ней необходимо продолжать доставлять больше столь необходимой миру пищи. Когда соглашение было достигнуто между Украиной и ООН и теми странами, кому Украина должна... Это, кстати, очень важно понимать, что Россия в этом смысле... Не Украина с Россией договаривались. Россия — это другая сторона. Тут ООН важный орган. Удастся ли в этот раз чиновникам организации как-то убедить россиян? И вообще, насколько роль Организации Объединенных Наций на данном этапе важна? Или они все-таки просто площадка, стол, за которым разные стороны пытаются о чем-то поговорить и договориться? Вы знаете, по моему субъективному мнению, я считаю, что последний демарш России, он в принципе показал влияние России на этот процесс. Да, она может пробовать дальше шантажировать, да, она может устраивать итальянские забастовки и мешать этим отправкам, но мы видим четкую, единую позицию и ООН, и правительство Украины, и турецкой стороны. И эта позиция однозначно. Зерновой коридор должен продолжать работать. Я уверен, что он будет работать. Уверен, что экспорт зерна из Украины сохранится. И уже говорить о каких-то торгах, которые Россия преследует и сможет получить, мне тяжело. Я думаю, очень много существует каких-то закулисных встреч и общений. Но из той позиции, которую я знаю и которую, в принципе, озвучивают чиновники Украины, это все-таки большая уверенность в том, что мы продолжим работать по зерновому коридору. И я думаю, что еще и одна из наших позиций – это добавить, дополнительно порт Николаева, потому что этот порт, он осуществлял до войны достаточно большую долю отгрузок. И добавив этот порт, мы, в принципе, сможем выйти на еще больший объем экспорта зерна. И при этом, я думаю, это снизит определенное давление на цены, на нервозность всех сторон, которые сейчас в мире наблюдают за тем, что же будет происходить в текущем году и в следующем году с зерновой безопасностью и продовольственной безопасностью. Вот Сакен спросил отдельно, касательно ООН. И вот важно ведь поговорить и о Турции, потому что у Турции есть также, во-первых, и мотивация своя повлиять на этот процесс, чтобы укрепить свое влияние в принципе в регионе. И более того, у Турции есть, скажем, свои козыри перед Российской Федерацией, которые она тоже может использовать для того, чтобы все-таки вынудить Российскую Федерацию несколько сдержанней себя вести. Я уверен, что Турция занимает достаточно жесткую позицию. Мне сложно говорить о самих, как происходят сами переговоры, но я могу точно сказать, что Турция один из самых больших мировых переработчиков зерна и один из самых больших поставщиков муки как раз в азиатские страны, в африканские страны. Турецкие бизнесмены много лет уже не контролируют, но осуществляют эти продажи. И это очень важная экономическая индустрия для Турции. Поэтому я уверен, что президент Турции это прекрасно понимает. И в данном случае как раз совпали интересы и Украины, и Турции. Петр Петрович, у нас буквально пара минут, и будем вас отпускать. Я хотел бы спросить, все-таки вы знаете отрасль, аграрную отрасль, очень важную для Украины. Скоро заканчивается этот год, тяжелый, ужасный год для нас, для всех. Какие прогнозы на будущий год относительно вашей отрасли? Что мы можем ждать, учитывая вообще все эти ужасные обстоятельства и героическую борьбу Украины с Россией? Ну, я всегда оптимист, и мне кажется, все аграрии, они оптимисты, потому что сеять зерно и через 300 или 100 дней убирать его, это могут делать только люди с большим оптимизмом. И аграрная отрасль Украины выживает. Где-то даже мы наблюдаем определенное развитие. Существуют примеры открытия новых производств. Поэтому все-таки больше оптимизма. Хотелось бы поделиться со слушателями. Но и также есть определенные доли пессимизма. Мы уже видим, что пшеницы и озимый клин, который обычно в Украине составляет около 30%, он в общей структуре посев, он сейчас уменьшился. Уменьшился по нескольким причинам. Это и погодные условия, которые сейчас осенью есть. Большое количество дождей, сложные условия для работы, уже какие-то сроки посева нарушены. Но и вторая причина, это все-таки экономическая. Даже зерновой коридор, который сейчас работает, и который помог аграриям выйти, скажем так, из зерна в деньги, он все равно не восполняет тех потерь, которые мы несем, связанных с логистикой. Поэтому для отрасли достаточно серьезные и сложные времена. Плюс война, которая есть, каким-то образом сработала, как триггер, который для аграриев проявил ситуацию, что будем меньше рисковать. И озимый клин сейчас уменьшился. Мы однозначно будем видеть в следующем году продолжение ценового давления на зерновых, в том числе и на пшеницы. Петр Петрович, что ж, спасибо и вам, и всем украинским аграриям, которые не только страну умудряются в такую тяжелую пору кормить, но и весь мир, поддерживая, выполняя свои обязательства, несмотря на российское коварство, наглость и нечестность. Ну, выходит, что уже и заряжать оптимизмом. Спасибо вам. Да, спасибо. Ваши слова про оптимизм аграриев, это что-то особенно важное для нас, для всех. Спасибо вам большое. Спасибо. Петр Мельник, президент Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, исполнительный директор Агриком Групп был в нашем эфире. Благодарим вас.